Щиты для заержки снега и большей снегоуборочной техники. В Караганинском регионе готовятся противостоять снежной стихии на автотрассах. На особом контроле 122 участка протяженностью 241 километр, подвержены постоянным заносам. На обратном совещании глава региона дал поручение соответствующим ведомствам по безопасному прохождению зимнего периода. И Ирина Вобещевич продолжит тему. Мы же заранее знаем бураны, когда будете. Снегопад, бураны. Надо заранее, вся техника должна выйти и стоять, и дежурить. А не так, чтобы потом самим пробиваться. Так не пойдет. Осень в разгаре – это значит, что не за горами погодные сюрпризы в виде буранов и снежных заносов. Этот вопрос актуален для автомобилистов в связи с беспрепятственным проездом по дорогам. На сегодняшний день идет подписание актов готовности акиматов городов и районов о наличии и соответствии техники для расчистки сугробов. Что касается подготовки к зимнему содержанию автодорог, в текущем году для обеспечения безопасного проезда и своевременной очистки автодорог в основу и местного значения предстоящей зимнему приют закреплены 66 подрядных организаций, расположенных во всех регионах области, которые имеют на местах обслуживание сосредоточие пункты базирования. Данными организаций в период зимнего содержания будет задействовано порядка 1200 дорожных рабочих и свыше 1000 единиц специализированной техники. На обочинах дорог произвели скос, поросли, травы и кустарников. Планируется запечатать все водопропускные трубы. По области подготовлено порядка 35 пунктов обогрева людей, застрявших в пути из-за буранов и непогоды. В целях обеспечения безопасности при гололюде эксплуатирующими организациями производится заготовка противоголовного материала, песка, соли, отсева и необходимого количества. И порядка 1000 единиц временных дорожных знаков. Они сейчас устанавливаются. По словам руководителя управления, проведена работа над ошибками, так как в прошлом году имелись недостатки по обслуживанию Трест-Тимиртау, Караганда и Северный обход. Там увеличат единицы спецтехники. А на Северном обходе выставят щиты снегозадержания в 5,5 километров. На сегодня готово уже полтора километра, а три километра спорные. У нас единственная есть проблема. Мы на сегодняшний день, у нас 4,5 километров, в том числе 1,5 километров относится к землям ГЗЗ, то есть государственным землям запаса. И три километра это земля частника. На землях госзапаса мы уже установили барьерное ограждение в полном объеме. И сейчас у первой земли частника. Вы эти вопросы сейчас задаете, что ли, когда уже зима наступает? Странный вопрос. Нет, мы отрабатываем Акиматом. Просто он частник, не выходит на связь, а Акимат нам помогает. Как отметил глава региона, введенные тренсы до Балхаша также потребуют пристального внимания и готовности. Здесь планируется мобилизовать 25 единиц КДМ с других областей для усиления Караганда-Балхаш. Касательно противогололедного материала, здесь у нас практически 95% заготовлено. Подождите, у меня вопрос. Да-да. Караганда-Балхаш, вы привлекаете с других областей это. Когда это вы привлечете? Участок большой, барьерное ограждение установлено, особенно в Шведском районе, постоянной бураной. А Аким Шведского района уже в панике. Потому что я знаю, что он начинает их кормить, потом вытаскивать все это, вызваливать там, устраивать, обустраивать по домам, по школам. Вы же понимаете, что это огромное. И это первое. Второе, это связано еще с автобусом сообщениями. А вы привлекаете, только собираясь привлекать технику. Аким области Ермаганбет Буликпеев подчеркнул, что все меры нужно предпринять заблаговременно. Все ведомства должны четко отрабатывать механизм работы, графики, дежурства. Особое внимание участкам, которые подвержены снежным заносам, заключил глава региона.